Страховать жилье и здоровье в обязательном порядке. Власти намерены оживить идею Фонда социального медицинского страхования. Кроме того, будет создан Государственный фонд страхования недвижимого имущества площадью не более 35 квадратных метров. Частные страховщики предлагают правительству не тянуть все одеяло на себя и работать вместе. Если государство хочет этим гарантировать, таким, что постановление, пожалуйста, давайте таким образом, остальные оставшиеся метры, давайте будет страховать страховая компания. Мы можем там в партнерстве с этим фондом передавать часть рисков им перестрахования через себя, как страховой бизнес. Но при этом мы будем говорить о том, что мы администрируем эти договоры, регулируем выплаты. Да, можно включить там не только техногенные или катастрофические риски. Страховщики признают, добровольные виды страхования в Казахстане убыточные. Люди предпочитают экономить на своем здоровье и имуществе. Страховая культура населения еще низкая, сетуют финансисты. В этом плане поддерживают правительственную реформу. Вот я думаю, что введение обязательного вида приучит людей к ответственности за свою собственность. Мало того, позволит снизить нагрузку на бюджет. И люди, я думаю, со временем поймут выгоду от страховой защиты. У реформы есть и свои противники. Если обязательно медстраховка ляжет на плечи работодателя, то о каком развитии малого-среднего бизнеса может идти речь. МСБ и так задавлен налогами, платежами под банковским кредитом. А тут еще новая нагрузка, говорит этот предприниматель. Как же будут тогда сборничные листы? И мне, получается, нужно будет, помимо того, что я выплатила за него в годовую страховку, мне нужно будет дополнительно еще оплачивать то, что он, по сути, не работал. Мы, наверное, будем против обязательного страхования работников, потому что государство на сегодняшний день вполне предусмотрело для работников социальные выплаты, которые выплачиваются работодателям в полной мере за сотрудника. Если реформа не забуксует, то уже в 2015 году как минимум две страховки – медицинское и страхование жилья – станут обязательными. К слову, в середине 90-х в Казахстане уже действовал Государственный фонд обязательного медстрахования. Деньги в него перечисляли миллионы казахстанцев, а реальную выгоду получил один человек – бывший глава ФОМС Талабкер Имамбаев, который сбежал с деньгами за границу.